Чтобы попасть в Цумадинский район, реликвии проделали огромный путь. Этот путь начинался почти 1400 лет назад. Именно тогда, завершив прощальный хадж, пророк Мухаммад, мир ему, побрил голову и раздал своим сподвижникам по два волоса. А сегодня один из его волос на выставке в Агвали. Испытали радость, счастье от того, что пришлось увидеть все это. Спасибо большое организаторам. Спасибо за то, что приехали в наш Цумадинский далекий район. Дагестан впервые увидел реликвии пророка, мир ему и благословения, в 2013 году. Тогда их сопровождал лично хранитель реликвии Ахмад Аль-Хазраджи. Увидев, как сильно дагестанцы любят пророка, мир ему, хранитель решил выполнить завещание прадеда и оставил часть реликвии там, где знают им цену. Большинство из них хранились у одного человека. Прадед этого человека сделал двойную стену и прятал их между двумя стенами дома, чтобы люди не видели, чтобы не могли их украсть. И как сейф сделал, он вот так в стене. Сегодня безопасности реликвии уделяют также большое значение. Их хранят в специальном помещении, а при перевозке обеспечивают особые условия. В этом помогают сотни добровольцев на своих машинах в сопровождении сотрудников ГИБДД. Когда мы планируем перевезти куда-то реликвии, мы сообщаем, объявляем об этом. И заявляется очень много желающих братьев. К примеру, вчера, откуда мы получали реликвии, откуда привозили, очень много братьев собралось. Каждый из них жаждал, желал, чтобы именно какая-то реликвия попала в его машину, чтобы он смог перевезти ее. Стремление многих поучаствовать в таком мероприятии связано с большой любовью к пророку, мир ему. Каждый хочет помочь и каждый хочет соприкоснуться с благодатью лучшего из людей. По дороге тоже, по пути, почти по всей дороге люди стояли, просто стояли, несмотря на прохладную погоду, дабы встретить и поприветствовать реликвии. В некоторых селах расстеляли ковры, чтобы через их ковер проезжала машина, на которой реликвия. Это табарок, это в шариате, это приобрести баракат от реликвии пророка, саллиллаху алейкулсалям. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Агвали.